Как сообщает источник, портал хранителей наследия по новому проекту зон охраны Рязани, который пока не принят и против которого борется Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, на месте скромного дома Коровкина допускается застройка высотой 30 метров. Тогда в мае даже митрополит Рязанский и Михайловский Марк выступил открытым противником так упорно продвигаемого проекта высотной застройки Рязани на большом круглом столе в Политехническом университете. Итак, на том месте, где еще недавно стоял дом 19 века купца Коровкина, возможно появится 30-метровое здание. Сегодня действующим проектом зон охраны Рязани здесь разрешено строить высотой не более 15 метров, так как действует зона регулирования застройки Екатерининской церкви. Еще пару месяцев назад здесь на этом месте стоял дом купца Коровкина, который прекрасно дополнял архитектурный ансамбль по улице Маяковского, хотя и находился в плачевном состоянии. Реставрировать исторические здания в нашем городе не принято, поэтому дом снесли. И теперь, пока судьба участка не решена, в центре города зарастает травой в человеческий рост образовавшийся здесь пустырь. Со сменой губернатора у общественности появилась надежда на перемены к лучшему. Но снос дома Коровкина перед самым днем победы явился больным ударом в душу общественности. В старом городе трогать вообще ничего нельзя. Ни один город мира, старый город мира, так не обращается по-хамски, по-преступно, со своим богатейшим историко-культурным архитектурным наследием. Построенный в конце 18-го, начале 19-го века, он находился на перекрестке улиц Маяковского и Пролетарской, напротив входа на центральный рынок. Это был богатый купеческий дом с прекрасным чугунным крыльцом. Только представьте, сколько поколений людей выросли здесь за 200-250 лет. Сколько всего пережило это здание. Эти стены застали времена правления по меньшей мере пяти императоров, революцию, видели рассвет и закат Советского Союза, пережили Великую Отечественную войну. Больше его нет. И ведь уничтожение подобных памятников архитектуры не единичный случай. Широкий общественный резонанс, вызванный сносом дома купца Коровкина накануне Дня Победы, однако не остановил тех, кто разрушает лицо старого города. И здесь же, на улице Маяковского, неподалеку от купеческого особняка, появились новые пустыри, зияющие словно раны. Тем не менее, несмотря на утраты, остались еще места, которые можно спасти. В Рязани много домов, подготовленных к сносу или тех, что находятся в аварийном состоянии. Наступил тот момент, когда историю сохранять должно наше поколение. И уважать свое прошлое, культуру, традиции предков – первая обязанность каждого из нас. Скажем, вот этот дом. Дворянский дом, построенный в конце 18 века, декорированный полуколоннами, он уже больше 200 лет украшает центр нашего города. Наполовину дворец, хотя и находящийся в плачевном состоянии. Пустовский влюбился в город Рязань не только как в женщину, Рязань она, но и в свою жену, возможно, благодаря этой улице. Потому что его цитата даже идет во всей энциклопедии, рассказывающей о Рязани. Милый город с деревянными домиками, с резными крылечками, с петушками, весь в зелень утопает. Вот мы этого милого образа старого города, который лечит душу, понимаете? Это не просто так вот ветхие строения. Старый город лечит. Не исключено, что эти здания вскоре станут историей, и увидеть их можно будет лишь на фотографиях. А на их месте останутся пустыри, поросшие травой, или вырастут очередные муравейники высотой до самого неба. Продолжение следует...